Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, если ссоры, если расставания, точнее, повторяются, да, то есть вот если вы расстались один, два, там, три раза, вот, то, скорее всего, расстанетесь ещё. То есть это вообще дело времени только, исключительно, да, это просто чисто вопрос времени, и всё. Значит, это вот то, что я могу сказать. То есть как бы проблема, она несколько глубже на самом деле лежит. Вот. Проблема лежит в том, например, что вы чересчур грубый, по мнению, по мнению мужчины, ну, по мнению вашего молодого человека, да. Вот. А почему вы чересчур грубый? Почему вы чересчур грубый? Что мотивирует вас, к примеру, на грубость, да. По какой причине вы грубый? Вот. С чем нужно разбираться. Понимаете? Вот. Вы же, вы же как будто бы сливаетесь с молодым человеком, да, своим. Вот. Вы как будто пытаетесь выслиться, потому что даже сообщение написали двойным именем. То есть Саша и Карина. Вот. Но ведь никаких Саши и Карин нет. Есть только Саша, есть только Карина. Вот. Понимаете? То есть если конфликт постарается, да, то он, скорее всего, будет постараться дальше. Это первое. Если вы грубый, то, соответственно, смысл вам вновь быть вместе, если вы не собираетесь меняться. Вот. То есть для чего вам быть вместе, если вы не собираетесь в своей жизни, ну, в своей жизни, да, например, что-либо менять? Вот. Зачем? Ну, ну, вы, ну, вы, ну, вы, вернет, вернет он к вам. А дальше? Вот. Что будет дальше? Я имею ввиду, между вами, между вами. Что будет дальше между вами? А дальше между вами будет, по сути, это, по сути-то делу, повторение. Уже повторение уже проведенных моментов. Вот. И всё. Вряд ли будут какие-то серьезные изменения. Знаете? А это значит, что конфликты вновь будут происходить. Вот. Поэтому, если вы готовы меняться, если вы готовы меняться, если вы чувствуете, что вот то, что вы делаете, является, там, допустим, не совсем верным. Вот. То, что если вы готовы меняться, то да, вам можно продавать, пока его обида утихнет, но при этом обязательно нужно наметить, наметить дорожную карту ваших изменений. Вот. Вот. Без которых он не имеет смысла вообще отношения заводить, потому что бездорожная карта изменений. То есть, если не будет у вас каких-то вот перемен, да? Вот. Вот. Что просто все это будет пустой тратой времени. Как вашей, так и молодого человека. Вот. И я не уверен в том, что вы этого хотите. Дальше. Так. Планы на будущее почти были очень серьезными. Ну, вот тоже такой достаточно важный момент. Вас что больше всего мотивирует переживать? То, что планы не реализовались? Или то, что, например, человеку, ну, человек страдает, ваш молодой человек страдает от вашей грубости, к примеру. Вот. То есть, в первом случае вам стоит подумать над тем, что, чтобы свои собственные желания, которые у вас есть, они имеют право на существование, да? Вот. Вот. Но важно, чтобы вы за них не связали ответственно. Вот. Важно, чтобы вы отвечали за свои желания, чтобы вы понимали, что вот это мои желания, например, и что я эти свои желания, там, реализовываю, например. Вот. А что мой молодой человек, допустим, здесь вообще как бы ни при чем. Вот. То есть, его желания это его желания, а мои желания это мои желания. Все. То есть, вас беспокоит это или вас беспокоит, к примеру, что-то другое. Ну, например, вас беспокоен, допустим, то, что человеку плохо сейчас, сейчас, на данный момент. Вот. То есть, подумайте, потому что, возникли, возникли, возникли у меня подозрения такие, что мужчину своего вы воспринимаете, как средство для достижения того, что вам нужно и важно, именно вам. Это позиция, если она есть, достаточно негативно, то есть, таким образом, такой моделью вам отношение будет потратить очень тяжело, к сожалению. Вот. Вот. Ну, потому что, мужчина, он, как бы, всегда будет чувствовать, что вы его видите в качестве, в качестве, ну, в качестве средства. Вот. Вот. Что будет, безусловно, неприятно. Вот. Поэтому, если, если вы хотите этого избежать, то лучше, вот, менять, принципиально менять свой подход к отношению. Вот. Необъязательно, необъязательно, прямо кардинально, да, но менять, это точно. Это точно. Прямо, что, ссоры, они на пустом месте не было, не было, не было. Вот. Ну и, конечно, анализировать ваше поведение, почему снова и снова у вас ссоры, почему вы грубитесь. Вот. Здесь, если молодому человеку не нравится ваша грубость, он совершенно не обязан ее терпеть, ее терпеть. Вот. Если вам так важны планы с молодым человеком, да, которые вы строили, то, опять же, непонятно, почему вы тогда грубились. То есть, вот здесь, конечно, может быть подозрение на то, что у вас есть сценарий негативных. То есть, вы вроде как хотите отношений, вот, вроде как хотите близости, но по факту получается, что только вредите себе и партнеру. Если есть сценарий, если действительно есть сценарий, то из него нужно выходить, в этом мы вам можем помочь освоить, так сказать, ну, освоить, самостоятельно освоить, самостоятельное поведение освоить, вот. А не так вот, как сейчас вы движимы своими, может быть, страхами, своими желаниями не совсем понятными и адекватными для вас. Так что, вот так вот, обращайтесь за помощью, если она, ну, если представится, что сами не справитесь. Ну, как бы, не буду, да, не буду ничего говорить, просто вот, как бы, подумайте сами, как обстоят дела. Вот, а не совсем понятно, зачем фотографию вы приложили к своему, значит, вопросу, да, то есть, мы как бы не эзотерики, да, мы не гадаем, вот. Вот, ну, конечно, можно что-то сказать, пользуясь физиогномикой, может, можно что-то сказать, но, мне кажется, что здесь это не нужно, потому что, когда нужно получше узнать вас. Вот. На этом всё, в принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вы потерпнули, потерпнули для себя что-то важное на моём ответе. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете всегда задать мне в личку, ну, вопросы, которые у вас есть, я буду рад помочь вам, буду рад ответить. Вот. Можете записаться на консультацию вместе с молодым человеком, вот, посмотрим ваши совместимые, кстати, совместимые, может быть, ваши посмотреть, вот, ну, именно с психологической точки зрения, да, то есть, не с точки зрения эзотерики. Вот, это, это я предупреждаю, предупреждаю сразу, чтобы вы понимали, да, потому что, ну, чтобы не было ожиданий, чтобы вы понимали, что это научный, научный метод, научный, научный, как бы, подход. Вот, заодно увидим, можете ли вы, можете ли вы быть с, ну, с мужчиной вместе или нет, вот, как бы, и что нужно конкретно вам подкорректировать для, ну, для того, чтобы быть вместе с ним. Вот, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.